Здравствуйте! Что здравствуйте, блядь? Это Владимир, легенда среди боулеров, повелитель страйков, страйчила в мире боулинга. Как говорит сам Владимир, чтобы овладеть шаром, нужно думать как шар. Стричься как шар, мыться как шар, то есть иногда протирать себя тряпочкой. Владимир, подскажите, как правильно брать шар? Просто вот нахуй, вот дырочки, блядь, сюда вот так вот суешь. Вы подчеркнули эту технику у актеров ваших любимых фильмов, правильно? Как говорят соперники, Владимир хитер как лис, бросает шар сильнее всех из-за повышенного тестостерона. За это его уже прозвали шар-листерон в мире боулинга. Владимира не зря называют Димой Биланом среди боулеров, ведь он готов расправиться с любой дорожкой. Гений досконально знает правила баталий с кегнами, поэтому с радостью объясняют условия игры новичкам. Смотри, если все выбить, заебись будет. Владимир процитировал своего дантиста и продолжил разминочные броски. По словам гения, в любом спорте самое главное, чем раньше ты начал им заниматься, тем лучше результат. Владимир катает шары с 10 лет, а уже в 17 он впервые сыграл в боулинг. В раннем старте в шарокатании парню помогла дырка в кармане на штанах. Какие дырки в штанах? Какие подбородки у меня, блять? Максимум один, да. И вот спортсмены приступили к игре на счет. В первую очередь Владимир подбирает подходящий шар для основного матча. 15 хуйня, мой 12. Мой 12 эта фраза точечно объясняет, почему у Владимира до сих пор нет девушки. Ты, блять, что измерял? Загибал ты со своей девушкой. На наших глазах из-за одиночества у Владимира началась депрессия. Наша съемочная группа решила остановить показ сюжета и выяснить причину отсутствия девушки у Владимира. Для этого мы обратились к психологии. По словам экспертов, подобная ситуация могла возникнуть из-за события в прошлом, которое создало психологический барьер. Именно здесь, 4 года назад, у Владимира встал ремонт. По закону сохранения энергии где-то убыло, где-то прибыло. Если что-то встало, значит что-то упало. Это точечно объясняет, почему именно с того момента у Владимира нет девушки. Владимир приступил к очередному броску. В процессе игры парень, как истинный профи, очень дотошно относится к соблюдению правил боулинга. Владимир пересчитал волосы на голове и направился готовиться к очередному броску. По итогам первой половины матча у Владимира подчертное четвертое место. Каждый бросок Владимира просчитан заранее. Проигрыш казался невозможным. Стало очевидно, Владимир не случайно выбил именно эти цифры. Это шифр. Мы перемножили числа, которые были на табло. После разделили на количество девушек Владимира. Умножили на его любимое число. Разделили на количество волос на голове. Прибавили число пи вных бокалов, которые парень опустошил за год. И разделили на количество дней в жизни Владимира, когда он не вел себя как черт. Это был ложный след, ведь на ноль делить нельзя. Мы вернулись назад и умножили на количество часов, затраченных Владимиром на ремонт в квартире. А после умножили на 337 953. Полученное число оказалось координатами места, которое напрямую связано с Владимиром. Именно туда в скором времени парень планирует свой побег. Это подтвердила незакрытая вкладка сервиса поиска дешевых авиабилетов Авиасейлс. Сомнений в том, что вкладка открыта именно Владимиром не возникла. Ведь кроме авиабилетов парень пытался забронировать свой любимый отель. Владимир делает круг почета перед финальным броском, одаривая каждого своим ароматом, чтобы запугать соперников. Владимир сделал обзор на киберпанк и матч завершился. Несмотря на то, что гений боулинга неуверенно стартовал в матче, ему снова удалось остаться непобежденным. Ведь оплаченное время закончилось, а доиграть ребята не успели. Как оказалось, вальяжные круги почета вокруг стола были тактическим ходом Владимира. Владимир обладает самой сильной ведущей рукой среди боулеров. Парень является единственным в мире бодибоулером. Дело в том, что профессиональные игроки используют в матчах так называемое маятниковое движение рукой. Владимир долгие годы тренировал его, мы не случайно решили завершить сюжет именно здесь. Это основная тренировочная база Владимира. Здесь зарождалась легенда, здесь маятниковое движение рукой оттачивалось под чутким руководством лысого тренера Владимира, который выходил с ним на связи за рубежа через этот экран. Вячеслав не выходил из комнаты и совершил ошибку, не давая Владимиру тренироваться специально для России-23.